Здравствуйте! Снова рада всех приветствовать! Мы недавно начали с одной группой детей рубрика «Цветы», рисовали ландыши, а другая группа детей уже начинает рисовать другую рубрику. После трехмерных картинок мы перешли на ягоды. И сегодня мы нарисуем ягоду-малину, листочки и сами ягодки. Вот посмотрите на картинку, которую я вам приготовила. Вот такая аппетитная, вкусная. Сейчас мы ее быстренько с вами нарисуем. С ландышами было посложнее, наверное, да? Но все равно справиться можно. Желаю всем удачи, давайте будем стараться. Теперь мы здесь ничего не делим, но для себя зрительно мы должны понять, что у нас ягодки внизу, а листья наверху. Тут три листочка, две веточки, маленькие листочки на малинке и сами плоды. Приблизительно, представьте, вот так пополам, вот здесь у нас будет малина. Она не маленькая, не с горошинку. Посмотрите, какие они большие достаточно. Значит, что мы делаем сейчас? Нам нужно определиться вот с этими веточками. Вот от них все и начнется. Вот посмотрите, вот находим себе центр. Вот от этой линии нашли центр себе. И нарисовали одну веточку сюда, а другую веточку вот сюда. Смотрите, вот так, как вишенка тоже, да? Две вишенки на двух таких маленьких веточках. Теперь что мы делаем? От этих веточек мы будем рисовать вот эти листики. Вот смотрите, мы много раз с вами рисовали такие листочки. Вот они какие. А здесь будут маленькие. Вот рисуйте произвольно вот такие вот листочки. Теперь с этой стороны около веточки. Посмотрите, они изогнутые наши листочки, красивые. Не просто они какие-то прямые, да? Но есть такой легкий изгиб у наших листьев. И там еще маленький листик. Один короче, один длиннее. Не забывайте про это. Сложно будет, но вы пробуйте. Теперь дальше. Нам нужно верхнюю часть нарисовать. Вот эти листочки. Вот с этого листика начнем. Этот листик у нас начинается вот таким образом. И опять же заканчивается. Откуда начинается, туда же приходит и заканчивается. Вот такой вот. Вытянутый, да? С острыми такими краешками. Рядом с ним еще один листик. Смотрите. Здесь ровно. А потом идут вот такие зубчики. Он немножко у нас завернулся. Вот он у нас. Пробуйте, не бойтесь. Теперь последний, вот этот. Вот таким образом тоже. Вот такие вот линии. И отсюда мы переходим вот в такую ровную. Ну как, ровный край, но сама линия, она такая извилистая. С изгибами. Можно и такой же здесь нарисовать. Если кому-то сложно, можно вот заменить на такой здесь нарисовать. Но мы будем тренироваться. Вот как. Все, выполнили. Ну что, теперь переходим на ягодки. Здесь больше кружочки. А дальше будут все меньше и меньше. Смотрите. Начинаем. Раз, круг. Два, три, четыре. И с этой стороны. Пять, шесть. Первый ряд. Теперь следующий ряд. Посередине вот здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Видите, целиком я не рисую кружочки. Они как бы один под другим прячутся. И пошли дальше. Вот здесь будет еще меньше. Прям совсем маленькие будут кружочки. Уменьшаем их. Но начинаем всегда с центра. И вот такие вот маленькие ягодки подрисовываем. И закругляем сюда. Опять посерединке вот так кружочек. И пошли вот такие вот маленькие-маленькие кружочки. Смотрите, да, начинаются с большого и уходят все в мелкое. Теперь с этой стороны посередине большой круг. Рядом маленький, маленький. И вот здесь вот тоже маленькие. С этой стороны вот здесь прячется он. Не видно. Теперь дальше. Под этими ягодки еще, вернее, под этими кружочками будут у нас еще маленькие такие кружочки. Начинаем. Раз, два. Видите, как полукруги уже пошли у нас. Закончили. И идем дальше. Раз. Вот как. Вот. Оно, в принципе, несложно. Как чешуйка у рыбки. От большой к маленькой. И заканчиваем последним таким рядом. Все. Нарисовали. А теперь будем красить, мои дорогие. Берем красивый салатовый цвет. И закрашиваем листочки салатовым цветом. Я здесь сейчас ничего оттенять не буду. Я просто буду все закрашивать. Салатовые листочки. Салатовые веточки. Прям вот как есть. Вот сейчас вот так все буду красить. И выкрасть. Так. Вот так вот. Закрашиваем. Молодцы. И верхняя часть тоже мы все прям вот так вот единым пятно все закрашиваем. Чтобы долго не мучиться. Мы сначала все закрасим сейчас. А потом темно-зеленым сделаем легкий контур. Упростим, так сказать, вам рисование. Так как у меня, так сказать, в студии онлайн и живой записи по рисованию. Художников, рисующих самостоятельно нет. И всегда сложно что-то новое. Поэтому мы будем упрощать прям задачи здесь. Вот мы с вами сделали. Пока у нас это все сохнет, мы берем такой цвет. Вот такой у меня есть цвет красивый. Бордовенький. Есть светло-бордовый, есть темно-бордовый. И что я тут вам советую. Я советую вам взять и закрасить все. Вот эти все линии, они должны быть жирные у вас. Чтобы вам потом было проще обводить. Поэтому мы сейчас все это цветовым пятном красим. Это все для тех, кто совсем у меня не рисует. Здесь упрощенный вариант на занятиях у меня. Потому что, если кто-то владеет большими навыками, то они, конечно, каждую ягодку прорисовывают. Вот каждый этот кружочек. Но мы с вами пойдем от простого все-таки. Вот так вот. Вот она у нас вот такая вот. Видно мой карандаш. Дальше, с другой стороны, я точно так же закрашиваю. Вот она какая. А потом возьму прям такой насыщенно-бордовый. И буду редактировать каждую ягодку. По карандашным вот этим обводочкам. Вот мы и закрасили. Пусть теперь подсыхает. А мы перейдем на листья тем самым. Вот мы с вами сделали ягодки. Теперь возьмем темно-зеленый. Насыщенный темно-зеленый цвет. И немножечко отредактируем. Чтоб такая более живая была ягодка. Вот так вот. И сюда чуть-чуть. Вот видите, как получается живенько, быстро и красиво. Вот и все. Вот такими вот простыми движениями. Здесь мы тоже зубчики наши повторяем. И немножко сюда переходим. Вот и все. Вот такой листик мы сделали с этой стороны. То же самое. Вот так вот мы прям придадим такой живости. Можно, если хотите, немножечко можно оттенить. Чуть-чуть можно затемнить здесь. Вот такой легкостью. Движением руки. И здесь мы вот тут наверху делаем темненьким. И уходим в наши эти зубчики. Вот. В принципе, мы уже с вами все выполнили. И немножечко размываем. И тут вот чуть-чуть буквально. Вот так. Все. Закончили. Ну что, теперь на ягодки переходим. Значит, мы берем теперь насыщенно бордовый цвет. Вот обратите внимание. Вот он у меня прям как... Вот он вот прям черный такой, можно сказать. Набирайте хорошо его на кисточку. И вперед из песней. Чуть-чуть мы подкрасим. И будем вот эти каждые ягодки вот так с вами обводить. Только в каких-то некоторых местах будем подкрашивать. Где-то темнее, где-то светлее. Вот как. А потом добавим еще беленького чуть-чуть. Блики. Потому что здесь, вы видите, есть белые пятнышки. Такие блики. Вот она. Вот так вот чешуйка у нас и получилась. Пока здесь сохнет, мы сюда переходим. У основания можно здесь подкрасить внутри. Под листочками. Под листочками темнее. А потом обводите то, что вы рисовали. Это такой упрощенный вариант. Для моих самоучек это будет сейчас гораздо проще. Чуть-чуть можно внутри вот там подкрасить. Все обводим карандашный контур. Здесь по-другому сделано, поэтому там сложнее. У вас будет два вида, два варианта, как можно сделать. Ну и самый такой интересный момент. Это вот эти наши блики. Вот так вот. Ой, как мне это нравится. Такая вкусняшка прям. Сейчас мы ее прям съедим. О, здорово. Можно не везде это делать. Вот такая прелесть. Ну что, получилось? Надеюсь. Рисуйте, не бойтесь, не переживайте. Пытайтесь выполнять. Если не выполнять сложности, ничего не получится. Поэтому просто рисуем, не переживаем. Не получилось, еще раз пробуем. И все получится. Не откладывайте работы в долгий ящик. Рисуйте. Не бойтесь ничего. Смотрите. Все. Желаю вам удачи. До скорых встреч. Пока.